Надо показать уровень, вот как идет уровень по гаражам, по линии. У меня где-то метр воды. И когда это вы заметили? После дождя, да? Да. Хорошо. Я сегодня приехал в гараж. Когда проходят вот эти ливни, да? Да. Проходят ливни. Через какое-то время вот эта вода уходит или исчезает? Стой, но она может исчезнуть и через месяц. Мы не можем пользоваться подвалами. Просто у людей закрутки. Там шумовые бочки, бутылки и все. Ну вот сосед по гаражу, он говорит, что это не выход из положения, когда вы начинаете вычерпывать оттуда воду, она еще больше поступает. Больше, больше, да. За счет чего оно вот так вот? Пробивается родники. За счет подземных вод, за счет других гаражей вода стекает полностью, это вот собирается. Ну что тут мы выкачивали в прошлом году, позапрошлом году, выкачивали трактором, компрессор качал где-то, час качал, ой, день качал, и все равно не могли выкачать воду и все. Она оставалась. У меня сегодня насос работал час, не упало вообще в уровень. А потом опять поднялся, да? Вообще не упал уровень. А, не упал уровень? Нет. Так он стекает со всех гаражей. Тут вода стекает со всех трех-четырех улиц, и все сюда стекает. Именно ваш проход, да? Наш проход, наш он стекает, а выхода воды нет, там забито. Тут раньше было шесть труб, и когда-то мы разбивали эти трубы, когда забивалось оно, они взяли, забетонировали в педуниверситет, и вот оставили это. Видите, я взял черносапу, расчистил все это отверстие, потому что вот это все накопилось, и все за... Вот эта одна труба просто не справляется с потоком воды, да, получается? Да, да. Здесь маленький диаметр. Тут маленький диаметр, тут таких надо труб штук шесть поставить, и тогда оно будет нормально справляться. Или направлять, чтобы с города, с этих трех улиц, с этой площади, к нам, чтобы вода сюда не шла. Две проблемы. Да, да. Или просто пробить. Тут надо согласоваться и с полком. Ну, а как вам тогда нужно решать этот вопрос? Нам надо решать вопрос так, чтобы ливневые стоки, которые идут с четырех городских улиц, к нам идут. Как-то здесь сделать это отверстие, и их пустить, эти сливы туда, в долину, на пойму туда пустить. Там у них свободная площадка. Город не должен ничего тратить, не должен... Не надо нам ничего, мы сами себе сделаем. Так уже было, вот вода вот сюда ушла, и все. Он ходил в институт, с института, значит, его просто послали, потому что говорят, что наши люди где-то что-то слили, какие-то, ну, отходы или что-то. Они взяли за бетонирование, и вот и все. В первом году, в пятнадцатом году... С тринадцатого года это началось? С тринадцатого года, вот когда эти сильные ливни идут, и у нас забивается эта труба, и постоянно нас затапливает, постоянно затапливает, и потом где-то месяц-полтора вода... Там, наверное, не работает ливневка, потому что стоит вагончик седателя. Проблема ливневки, это проблема города. Нет, ну тут ливневка и работает, она вот проходит здесь, по нашей территории, и когда идут эти сильные дожди, ливневка работает. Настолько она аж заполнена вся, может быть, где-то она забита, что ей лет сорок уже, и никто ее не проверял, никто деревизы не делал. Там на ливневке построили гаражи, и вот идем посмотрим, где колодец там, ливневка, где. Когда был такой цисер, он в Белоруссии, когда я там повернул, где-то и лет спил, пять, не было проблем. И решить вопрос с ливнестоком здесь, сделать ливнестоки нормальные, чтобы именно ливневые воды уходили, могли свободно уходить без задержки. И тогда не будет подтапливать эти гаражи, не будет подтапливать это все.